Ближайший соратник Путина, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев ведет переговоры с Ираном. В Тегеране он встретится с главой Высшего Совета Национальной Безопасности страны адмиралом Али Шамхани. Об этом накануне вечером сообщило иранское государственное информагентство НУР. А уже сегодня утром другое агентство ИРНА сообщило, что он встретится не только с иранским коллегой в такой же должности, а и с другими политическими и экономическими деятелями. Правда, с кем именно, не уточняют. Якобы Патрушев обменяется мнениями о расширении двусторонних отношений между Россией и Ираном. Будут говорить и о международных событиях, представляющих взаимный интерес. И тут вопрос напрашивается сам собой. Будут ли говорить об Украине и роли Ирана в российско-украинской войне? Ведь поставки иранских беспилотников, которые бомбят жилые дома украинцев и работы иранских инструкторов в Крыму, это не что иное, как участие Ирана на стороне России в войне против Украины. Иран является соучастником российских преступлений, заявило Министерство иностранных дел Украины. Будет ли Патрушев встречаться с представителями военных ведомств, не сообщается. Иранская пресса говорит, что в этом визите соратника Путина сопровождают представители экономических организаций. Российские СМИ тоже не пишут, какие конкретно цели визита Патрушева в Иран. ТАСС цитирует пресс-службу аппарата Совбеза. Согласно сообщению, у Патрушева плановые консультации по безопасности с Ираном. Только интересно, чью безопасность будут обсуждать. Может быть, Ирана? В стране не стихают протесты. Люди почти месяц выходят на улицы. Требования разные. От предоставления больших свобод женщинам до свержения правительства. Фактически люди вышли против государственного строя Ирана. Ведь вся власть в стране сосредоточена в руках ультраконсервативных властителей и верховного правителя Али Хаминеи. Его протестующие называют диктатором. 14 тысяч человек, задержанных в ходе протестов, приговорили к смертной казни. Парламент страны принял соответствующую резолюцию. А визит Патрушева проходит на фоне сообщения о том, что иранский режим ищет помощи России в борьбе с митингующими. США видят признаки того, что Россия дает Ирану советы, как подавить протесты. Ведь имеет в этом большой опыт, заявляли в Белом доме еще в конце октября. И еще один интересный момент. Иранская пресса рассказала о визите Патрушева раньше российской стороны. Возможно, Россия вообще не хотела афишировать этот визит. Ведь в ее адрес звучат обвинения в использовании тех же иранских беспилотников и закупке баллистических ракет. А вот Тегеран, обнародовав информацию о визите высокого гостя из России, решил дать международный сигнал об углублении сотрудничества с Москвой. Такую оценку дали в Американском институте изучения войны. Таким образом, Иран хотел подчеркнуть, что Россия обращается к нему за помощью в войне против Украины на самом высоком уровне. Информацию о том, что Россия хочет купить у Ирана баллистические ракеты, доставить их в Крым и на Каспий, подтвердили в украинской разведке. Американские аналитики напрямую связывают такие планы России с визитом Патрушева в Тегеран. Кремль пытается пополнить запасы боеприпасов, но афишировать покупку не спешит, чтобы смягчить последствия санкций. Британское издание Sky News сообщило, что Москва отправила в Тегеран 140 миллионов евро наличными и захваченные в Украине энлоджи, вылины и стингер. Это произошло по версии британских журналистов еще 20 августа. В обмен на западную технику, собранную на поле боя в Украине, Россия получила 160 дополнительных беспилотников «Шахет-136». Однако агентство НУР, которое первым сообщило о приезде Патрушева в Иран, опровергло информацию британцев. Якобы никакой самолет ничего не привозил. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях. И подписывайтесь на наш YouTube и Telegram-каналы, чтобы первыми узнавать правду.